Доброе утро, друзья! Меня зовут Алла Кичиджан, я креативный продюсер в соцсети. Это программа «Будущее образование. Воскресные завтраки». Мы ее делаем вместе с Дмитрием Мохотиным, вместе с журналом «Интерактивное образование». Я благодарю всех, кто пришел. Сейчас еще раз я проинструктировала нашего гостя Максима Михайлова, который должен уже проще нажать эту несчастную кнопку выхода в прямой эфир. К сожалению, я не знаю, что конкретно там не так. Все вроде бы по инструкции. Пока я его не вижу снова в эфире, он сейчас должен обновить экран и снова войти. Привет всем, кто пришел. Максим Янченко, Ира Меркулова, спасибо, что пришла. Я так рада, когда ты мелькаешь даже в эфире. Дмитрий Растворов. Я надеюсь, что 25 числа ты уже никак не соскочишь с эфира. Марк, Людмила Тропинина, Владимир Никифоров. Я очень прошу вас, оставайтесь с нами, потому что мы говорим о будущем образования. Незапланированный эфир. Проект у нас рождается непосредственно в прямом эфире. Мы сегодня будем говорить с Максимом Михайловым, вице-президентом Ассоциации образовательных объединений по требкооперации. Очень интересно, потому что человек на стыке находится бизнеса и образования. И вот сейчас как раз у него будут... Они организуют некоторые конференции, как превратить свои идеи, как их коммерциализировать на очень высоком уровне в Калининграде. И я очень надеюсь, что он все-таки попадет к нам в эфир. Вот. Я пока его не вижу. Значит, Дмитрий, я очень прошу, Дмитрий Растворов, Дмитрий Махович, кто тут наши люди? Вика, если у тебя есть доступ в интернет. Еще раз дайте ссылку, пожалуйста, на мой аккаунт, чтобы он смог войти. Потому что я сейчас его добавляю, но пока он уже здесь. Кстати, да. Я тоже очень надеюсь, что я все-таки уже с вами. Ура! Получилось! Честно говоря, я даже слышал последние две минуты, но Фейсбук скрывал от меня все зеленые кнопки, поэтому добрый день. Ой-ой-ой, вредный Фейсбук. Максим, плохо слышно. Вы скажите, пожалуйста, ура! Все кричат, ура, все рады. Мы же уже второй раз подключаемся. Ура, ура! Вы меня слышите? Очень плохо издалека, как будто бы глухой такой звук, но это слышно мне. Может быть, людям лучше слышно. Друзья мои, кто смотрит, пожалуйста, скажите, как нас слышно, видно что-то у нас. Не распадаемся ли мы на пикселе? Выровнена ли у нас голова? Коллеги, я говорю, ставьте там плюсики или что-то еще, мне не видно комментариев, слышно ли меня или нет. Слышно отлично, все. Если людям слышно хорошо, значит, я буду прислушиваться. Если что, мне зрители скажут вообще. Хорошо. Ну, вот Максим Михайлов, мы его дождались, вице-президент Ассоциации образовательных объединений «Потреб кооперации». Такое вот прям вот сложное название, но мне больше понравилось, что с ним в театр приятно ходить. Да, я вчера был. Какой спектакль? Я вчера, не вчера, а позавчера ходил на встречу с Костолевским. О, какая прелесть. А почему не написали у себя в аккаунте? Я всем говорю, ну что ж такое, вы нас не просвещаете. Нет, смотрите, у нас есть среди друзей разделение ролей. Я выбираю, куда идти, а есть критики, которые пишут потом о спектаклях. Так что это вот не моя задача. Понятно, понятно. Хорошо, отлично. Я увидела, что вы проводите конференцию в Калининграде о том, как превратить, как коммерциализировать свои идеи. Понимаете, вот у нас мы не хотим быть оторванными от жизни в этой программе нашей, да? Мы хотим, ну, все сейчас думают об одном и том же. Масса каких-то идей, они носятся в воздухе, там конкурируют между собой, люди пытаются их продвинуть, но когда, вот часто мне говорят специалисты, мы когда смотрим, там нет экономической базы. Вот. И мне интересно, какие идеи в будущем, на ваш взгляд, вот вам кажутся перспективными? Вот сейчас. Чем заниматься? Ну, очень простой, практичный вопрос, наверное, самый сложный. Чем вообще сейчас заниматься людям, которые хотят, чтобы их идеи принесли деньги, в конце концов, ну и заработали масштаб? Да, ну вот смотрите, давайте я буду отвечать на вопрос, но на самом деле буду отвечать не на него, потому что мы не бизнес-консультанты, да? Та программа калининградская, которую я создавал и которая, слава богу, здравствует, там я сейчас в Москве, но калининградская программа сразу, мы сразу заявляли, что мы предпринимательская магистратура. Да. И, конечно же, нам тут же стали задавать вопросы, окей, где ваши стартапы, где ваши миллионы, где ваш список Forbes и тому подобное. Куда приходить с идеями, где вы нам дадите денег? Но, повторюсь, мы не бизнес-консультанты, мы не берем чьи-то проекты, наша задача не состоит в том, чтобы его коммерциализировать. Про конференцию поговорим отдельно. Наша задача помочь человеку, и вот тут вот слово «много» сразу исчезнет. С идеями бегает много народу, а к действию приступает мало народу. Вот наша магистратура в частности и вообще те предпринимательские образовательные проекты, которые я делаю и в Москве, и в Торстане, и в Калининграде, они делаются для того, чтобы помочь, прежде всего, молодым ребятам, хотя мы сейчас работаем со взрослыми, перейти от этапа «у меня куча идей» к этапу «я начал что-то делать». И в этом смысле нам не очень важно, делает ли он какие-то миллиардные операции, или просто пошел и открыл маленькое кафе «Мороженое». Потому что реальное, мы же сами знаем. Вот, кстати, про кафе. Расскажите про это кафе, которое ваша ученица открыла, вы там писали. Да, у меня есть отличный крауслабер, студентка, но она уже даже, наверное, закончила, да, она закончила в этом году. Вот хороший пример того, что мы считаем на самом деле успехом. Она директор компании, небольшая компания, там электромонтажные работы и вот все такое подобное, но при этом ей всегда хотелось что-то своего. Она там не владелец, а директор. И вот в крауслабе после наших там очередных краш-тестов «давайте посмотрим, какие идеи», она сказала «мне надоело, я пошла делать, кто со мной?» Честно скажу, с ней из наших пошел только один человек, тоже девчонка, которая помогла ей на старте, но она пошла в торговый центр, сказала «я хочу открываться». И вот тут началось ее реальное обучение, потому что она узнала, что такое получить в аренду помещение на проходном месте. Она поняла, что такое купил оборудование, нанял работника, а людей нет. Она поняла, что такое люди есть, а работники балбесы и так далее и тому подобное. То есть она стала вот с такого простого бизнеса по жареному мороженому. Это такой способ приготовления, когда выливается смесь, похоже, как блинницы, только они холодят на такую штуку, и вот прямо у тебя на глазах делают мороженое. И она поняла на своих вот этих вот довольно простых с точки зрения бизнеса вещах, а какие вещи ей реально важны дальше в обучении. И, соответственно, у нее совершенно другой запрос к нам, как к преподавателям на кадровый менеджмент. Она теперь понимает, что это не то, как оформить трудовую книжку, и не то, как правильно начислять социналоги, а то, как мотивировать, то, как быстро найти замену человеку, который исчез, то, как формировать команду из своих сотрудников и так далее и тому подобное. Поэтому, когда мы говорим о предпринимательском образовании, мы прежде всего говорим, что тебе надо начать что-то делать, потому что только тогда ты можешь сформировать реальный запрос на то, чему ты хочешь научить. Ну вот, мне нравится эта философия, когда ты из своей головы ничего не извлечешь, то есть сколько ты не думаешь, ты ничего не придумаешь, пойди хоть что-то начни вообще делать, и тебя вот там нелегкое выведет. Но, понимаете, здесь же ведь тоже получается, ну вот вы верите в то, что есть склонные люди к предпринимательству, а не склонные. Мы все время про математику об этом спорим. Говорят, вот гуманитарист, сидите там в своей нише, вообще не лезьте к нам по математикам. И также к предпринимательству. Ну там есть статистика, 2-5% людей, способных к предпринимательству, основным все вот, в общем, обслуживайте. Ну это правда, это правда. Только слово обслуживайте я бы совершенно не употреблял. Оно в русском языке, мне кажется, такое имеет некоторую негативную... Ну немножко, я провоцирую, конечно, чтобы было интересно. И здесь у нас тоже есть свой ответ. Опять же, повторюсь, я же сам, тоже, уважаемые коллеги, кто нас сейчас смотрит, я не педагог. Я не имел очень долго никакого отношения к высшему образованию, а тем более к школьному. Я был руководителем финансовой компании, одной из лучших лизинговых компаний в Калининграде. Моя связь с образованием, она скорее была такой... Ну меня звали преподавать на президентской программе, и поэтому я постепенно знакомился с тем, как работает университет. А потом туда случайно попал. Вот, так вот. И базовая наша программа Крауслайберская, Крауслаб, и там мы уже сформулировали этот принцип. Принцип этот следующий. Предпринимательство – это не про бизнес. Предпринимательство, в том смысле, в котором мы им занимаемся, это даже не про то, что ты зарабатываешь деньги. Разница между предпринимательством и бизнесом. Предприниматель, он создает бизнес. Программы обучения бизнесу – это про то, как созданный бизнес эффективно развивать. Эффективно им управлять. Здесь есть разница. Потому что управлять тем, что создано, и создавать – это очень большая разница. Но мы, когда говорим о предпринимательстве, особенно когда говорим о нем со школьниками, говорим о том, что предпринимательство равно предприимчивость. Это компетенция человека, свойство человека – видеть проблему, собирать команду и решать эту проблему, доводя до результата. И поэтому, когда мы говорим о предпринимательстве, мы говорим о бизнесе – да. О стартапах – да. О социальных проектах – да. О внутренних инновациях, то есть о запуске какого-то нового направления или новой технологии внутри компании – да. Об искусстве и науке – да. Я всегда привожу пример. Например, у нас есть такой, когда со школьниками мы работаем, большая галерея портретов. Они там узнают кого-то, но вот Аллу Пугачеву 76-го или 75-го года они уже не узнают. А я им рассказываю, что Алла Пугачева предприниматель. Не в смысле, что она деньги зарабатывает. Слава Богу, это тоже иногда получается, хотя у нее плохо. А в том смысле, что она взяла и стала петь по-другому. Не так, как раньше. Это позволило ей совершенно себя поставить в другую нишу, создать новый продукт и стать лидером. То есть, собственно, креативность, вот эта способность создавать нечто новое – это главное качество предпринимательства? Так я правильно вас понимаю? Нет. Их три. Три. И это очень важно. Первое – это креативность или способность видеть. Понимаете, даже не придумать, как решить проблему, а увидеть потенциал решения. То есть увидеть нишу, увидеть… Давайте чем отличается, давайте чем отличается. Я такая люблю… Да. Решить проблему – это знать, как решить. Ну, то есть я знаю метод. А предприниматель знает, что вот тут есть проблема, вот тут людям чего-то не хватает. Как сделать так, чтобы им хватало – это вторая задача. Но вот увидеть нишу – вот это более важная качество. То есть вот эту боль, как маркетологи говорят. Да-да-да, боль, мы тоже говорим слово «боль». Да, в приятном смысле. Вот, это первое качество. Второе качество – собрать команду. И вот тут появляется задача найти тех, кто может решить эту проблему. Да, вот там креативность возникает. У этих людей может она быть, не у предпринимателей, но ему важно этих людей собрать. Мы всегда говорим, что несмотря на то, что у нас очень долго были модными лидерские программы, они и сейчас модные, что когда мы говорим «предприниматель», мы вспоминаем там Илона Маска или Тинькова, таких одиночек, казалось бы, одиночек, но мы всегда подчеркиваем, что ни один предприниматель в современном мире не работает один. Это всегда команда. Другое дело, показывает ли команда себя или показывает только этого человека, как пиар-оброс. Ну, то есть там есть ли лицо компании, и оно как бы в одиночестве, условно в одиночестве. Он сам является маркетинговым инструментом. А понятно, что там стоит огромная команда за ним. Да. И вот это второе качество – собрать эту команду и помогать ей эффективно работать – это вторая задача. А третья задача – доходить до результата. Не просто начать «нам интересно, давайте начнем», а столкнуться с проблемами, сделать так называемые пивоты. То есть когда ты с крутой идеей начал работать, но идея в стартаповской тусовке используется слово «галлюцинация». Твоя любая идея – это галлюцинация. Пока ты не проверишь ее на реальных пользователях, на клиентах, пока не получишь обратную связь, это не станет реальностью. Так вот, очень многие, даже собрав команду, продолжают жить в мире галлюцинаций. Очень, восстановитесь, пожалуйста, я скажу сейчас людям, у меня был очень большой запрос на то, чтобы научиться писать подводки. Так вот, я сейчас вот в ходе эфира сейчас скажу, что вот сейчас пока у нас подводка к фрагменту эфира очень классная, что пока вы не начали что-то делать, ваша идея – это галлюцинация. Галлюцинация. И дальше это можно смотреть, это интригует. Спасибо, sorry, что я в свою тему немножко ушла. Да, но тем не менее, журналистская привычка – это на себя тянуть одеяло. Я слушаю, да, дальше. Третье качество важное – это встретившись с реальностью, продолжить. Или принять решение и не продолжать. Но принять решение и не продолжать не в смысле бросить. Очень много идей, они несостоятельны, их не надо продолжать. Но вы должны провести рефлексию, почему, что, в чем ошибка в наших действиях, в идее, в рынке. И совершить термин, опять же, стартаповский пивот, то есть выйти на следующий цикл, когда, проведя рефлексию, вы поняли, а какая ниша правильная, а какая технология правильная. Но фактически создали новую галлюцинацию, которую начинаете проверять. И вот способность вот так двигаться – это предпринимательское качество. Смотрите, вот я по поводу третьего качества, Максим, сори. По поводу третьего качества. Как и на что ориентироваться? Понимаете, всегда это распадается на логику и так называемую интуицию. Мы не знаем, что это такое. Тоже говорят, логика какая-то особого вида. Но человек говорит, я чувствую, что не надо, но он может бросить за шаг до победы. На что опираться? Ну, как анализ этот проводить, чтобы он действительно был реалистичным? Ну, вы со мной сейчас, опять как с бизнес-консультантом, да? Одну речь скажу. Не буду. Успешность предпринимателя определяется не потому, сколько бизнесов он начал, а потому, сколько бизнесов у него закончилось, и сколько раз он после этого начал опять. Вот это важно. Поэтому нет у меня точного ответа логика или интуиция. Нет. Почему? Потому что умный человек так хорошо обоснует свою интуицию, что не придерешься, хотя это тоже галлюцинация в некотором смысле. Нет. Главный ответ – это успех на рынке. Именно поэтому, вот здесь я немножко вернусь к образованию, именно поэтому, и это была одна из самых сложных вещей, когда мы начинали Крауслаб, принципиальным нашим решением является то, что все, что делают студенты, должно получать внешнюю проверку. То есть, если, а у нас студенты в магистратуре делают два типа проектов. Один проект по развитию, по получению новых знаний, то есть они берут какую-то тему, например, как должна развиваться блокчейн-экономика, да, и изучают их. Это способ индивидуализации образования. Каждый, кто учится в нашей магистратуре, он фактически выбирает сам себе профессию, направление, и через вот дополнительные исследовательские форматы он развивается в этом направлении, вне зависимости от того, чем мы учим в магистратуре. А вторая вещь – это предпринимательский или социальный проект. Так вот, предпринимательский проект – все просто, это ты должен продать. Если ты продал, рынок подтвердил, что это кому-то надо, значит, скорее ты успешен. Социальный проект – там мы не продаем, но мы, соответственно, привлекаем или там благодоверительные средства, смотря кто что делает, или просто внимание публики. Если на твое социальное предприятие пришло там 100 человек, 200-300, значит, оно более-менее успешно, по сравнению с тем, что пришло 5 человек. А если мы говорим об исследовательских вещах, то все, что ты изучаешь, должно быть, там у нас периодичность 1 месяц-3 месяца, должно быть презентовано широкой публике в виде статьи, в виде интернет-сайта, в виде выступления на конференции, и должна быть получена обратная связь. Не внутри университета, а вовне. И вот это является единственным основанием признать, что то, что ты делал, не является глюстно. Очень ясные критерии, редко кто вообще так может формулировать, и нам очень повезло с гостем сегодня. Я напоминаю, что Максим Михайлов, вице-президент Ассоциации образовательных объединений потреб кооперации, у нас в гостях. И мы сейчас, вот кстати, Дмитрий Мохотин сказал, вот этот эфир я точно застенографирую и выпишу оттуда цитаты, потому что у нас тут прям не эфир, а форитмы сплошные. Смотрите, друзья мои, мне хочется, чтобы вы задавали гостю вопросы. У меня вопрос вот какой. Все говорят о результате. И вот результат, результат. Вы вот как будто бы ясно описали, что является результатом. Но есть и другое мнение, что не нужно смотреть далеко процесс. Это, как я люблю, по-моему, Уинфри приводила этот пример, когда от вершины к вершине ты смотришь, здесь стоишь, следующее твое действие, ты можешь увидеть только ближайшую перспективу, и не надо ориентироваться на какой-то долгий результат. То есть это портит все. Вы как считаете? Сейчас я скажу, потому что мы немножко смешали процесс и результат все-таки. Мне кажется, когда Опра говорила про вершину, она имела в виду результат. Но в том смысле, что ты не замахиваешься сразу стать президентом Российской Федерации, а ставишь более достижимые цели. Абсолютно верно. Ты не можешь не двигаться вперед, не ставя реалистичные, достигаемые в короткий период время цели. Но ты не можешь двигаться вперед, если ты не ставишь большую цель. Потому что ты тогда не понимаешь, двигаешься ты вперед или в сторону. Мы решаем эту задачу следующим образом. Каждый наш магистрант создает свою индивидуальную траекторию развития, индивидуальный план, который выходит за пределы университета на 3-4-5 лет. То есть магистратура 2 года, значит ты ставишь себе цель на ближайшие 4-5-6 лет. Например, я хочу быть финансовым директором какой-нибудь инновационной компании. Вот такой образ будущего рисуется. Кто я в будущем? Хотя с некоторыми ребятами мы рисуем не только образ себя, но и образ той компании, в которой они хотят быть, или того социального проекта. А затем, и это такой принцип форсательного мышления, когда ты проектируешь из будущего. Если я хочу быть через 6 лет тем-то, значит через 4 года я должен быть тем-то, значит через 2 года я должен быть тем-то, значит через год я должен быть тем-то. А теперь давайте поймем, что мы должны сделать сегодня, чтобы через год быть тем, кем мы запланировали. То есть вот одновременно длинное планирование с обязательным коротким планированием, но старт короткого планирования идет не от сегодня, а из будущего. Ну, то есть система маленьких шагов, да, мелких шагов. У нас есть здесь вопросы, вот про школьные симуляторы Елена Тележинская спрашивает, как вы относитесь к симуляторам в бизнесе, которые используют в школах? А я, честно говоря, ничего о них не знаю. Те игры, которые я видел, называются ли они симуляторами, я, честно говоря, не знаю. Это скорее не про бизнес. Это может быть про бизнес, но это точно не про предпринимательство. Вот как я отвечу. Так же, как, например, мое понимание... Вопрос с Еленой Тележинской. Есть возможность поговорить, собственно, в комментариях и после эфира, да, она у нас активный участник и нашего проекта, и вообще в соцсетях. В сторону двигаться можно или это принципиально неправильно? Вот вопрос. Простите, я не расслышал начало. Да, Дмитрий Мохотин спрашивает, а в сторону двигаться можно или это принципиально неправильно? Ну, то есть, имея в виду, что мы траектории там устраивали линейные, да, это, как вы говорите, достаточно. Знаете, когда всегда, когда мы говорим о предпринимательстве, мы же рисуем, мне сейчас неудобно нарисовать, но мы говорим, что замысел вот такой, а реальность вот такая. Да? О, логеремическая спираль. И здесь очень важная вещь, о которой я хочу сказать. Вы начали мне задавать вопрос, результаты, результаты, результаты. Так вот, не предлагаю это экстраполировать на всю систему образования, но в Кроуслабе результатом, кроме вот тех, о которых я говорил, где внешняя среда подтверждает, что ты молодец, результатом является рефлекс. Ты, если у тебя не получилось, если ты чувствуешь серьезный дискомфорт по поводу того, что ты делаешь, ты, конечно же, можешь изменить направление, то есть уйти, грубо говоря, в сторону от первоначальной цели. Но важным моментом здесь является рефлексия. Ты должен понять, почему, что тебя тревожит, что мешает. Ты должен создать новую гипотезу, не просто на базе того, ой, мне захотелось другого. Нет, ты должен понять, что изменилось в тебе или в той информации о рынке, о среде, которую ты получил, которая тебя заставляет это делать. Потому что иначе это метание, это непродуктивно, это не поможет двигаться. То есть, как доктор Курпатов, мой любимый, говорит, спрашивайте всегда, что сейчас на самом деле происходит. Ну, и погружайте себя в реальность, грубо говоря, вытаскивайте из иллюзий. Это очень похоже на то, что вы говорите. Ну, при этом, мы всегда поддерживаем иллюзии, то же. То есть, мечта, креативность, вот это вот долгосрочное направление, ожидание чего-то интересного обязательно должно быть. Не цинизм, он как... У меня вопрос по поводу нашего проекта. Мы делаем проект соцсети как открытый университет. Ну, бисия и задача делиться знаниями в соцсетях. То есть, учить и учиться друг у друга новому. Очень такая, ну, прозрачная, как мне показалась идея. Я к ней не сразу пришла, да, у нас множество групп, в одной группе учить физику, в другой химию, в третьей психологию, мышление и прочее, прочее. Вот там языки и все, что можно охватить вообще вплоть до домоводства. Все у нас вот есть в таком виртуальном университете, где каждая группа является по сути виртуальной кафедрой. Ну, в этом вот суть проекта. Туда мы приглашаем специалистов, мы постараемся высокого класса, да? Когда они проводят, ну, некоторую серию занятий. Соцсети как открытый университет, да. И насколько, смотрите, все заняты поиском вот этих горизонтальных связей в коммуникации. А мне кажется, что мы вот это нашли. Когда огромное количество учителей и учеников может собраться вместе, и каждый себе найдет кого-то по вкусу. То есть, каждый найдет ответ на этот вопрос. Я не понимаю, что... Я понимаю, что это социальная идея, да? Это же не бизнес. Но, смотрите, я ужасную вещь сейчас делаю, потому что я к вам опять как бизнес-консультанту обращаюсь. Но вы что, вы не любите. Тем не менее, сейчас, как только я говорю, что мы на этот проект собираем деньги, допустим, краудфандингом, мой проект летит в тар-тарары. И у меня нет, я не вижу это, я никак не могу. То есть, я пыталась там чуть-чуть платные, чуть-чуть бесплатные курсы. Это не идет. Это не та идея. Это когда масштабная идея, ну, вы поддерживаете же идеи и мечты. Вот у меня такая мечта, чтобы все учились, самостоятельно учились. То, что соответствует компетенциям будущего века, да? Как говорят, что люди должны сами учиться, переучаться. И тут такое, в общем, тотальное бесплатное образование. Когда, ну, понимаете, если бы я в 46 лет заново не освоила математику, благодаря нашей группе, просто группе в Фейсбуке, там, вот, понятно, что я математиком не стану? Тем не менее, это возможно. Показать, что это возможно. Научиться через соцсети без всяких дополнительных вещей, какой-то новой для себя компетенции. Как ее развивать, эту идею? У меня все больше групп, все больше преподавателей. Это расширяется. Все мне хлопают и говорят, вот, классно. Ну, а дальше-то что? Смотрите, здесь у меня было очень много комментариев по ходу. И как нормальный бизнес-консультант, я, конечно, не дам вам ответа. Вот, ну, смотрите, сразу несколько комментариев. Вот вы сейчас продемонстрировали типичное поведение стартапера, типичное галлюцинирование. Вот давайте сейчас переключимся в небольшой режим краш-теста. Конечно, я, прежде чем начинать краш-тест, обычно провожу некоторую психологическую подготовку, но вы человек опытный. И, кстати, только вчера опубликовали, ну, на днях опубликовали статистику, что самые успешные стартаперы – это, конечно же, не сопливые 20-летние мальчишки и девчонки, да портят меня, те, кто меня слушает, а люди, которые получили опыт работы 35-40-50 лет. Вот от 40 лет до 55 – это самые успешные стартаперы, на самом деле, по статистике. Почему? Потому что у них меньше галлюцинаций. Так вот, но, тем не менее, возвращаясь к вашим галлюцинациям. Галлюцинация. Смотрите, а с чего вы решили, что людям нужно обучение? Раз. А с чего вы решили, что люди доверяют бесплатному обучению? Два. А с чего вы решили, что люди смотрят ваши эфиры для того, чтобы чему-то научиться? Три. А с чего вы решили, что другие методы обучения, которые есть и для того, и для другого, и для третьего, менее эффективны, даже если они стоят? Вот каждую из ваших гипотез необходимо проверять. Например, и практика эта в некоторых случаях показывает, взрослые люди очень часто не ставят перед собой цель научиться, даже если они приходят учиться. Но когда ты спрашиваешь, а почему вы учитесь, или наблюдаешь за тем, в чем они реально участвуют, вдруг понимаешь, что они приходят не учиться, они приходят общаться. Вы же знаете, что на конференциях самое эффективное время – это кофебрейки, а не спикеры. Люди приезжают на конференции общаться. Поэтому, когда мы участвуем в виртуальной конференции или смотрим трансляцию, наш отзыв к этой конференции намного слабее, чем если бы мы были там. Поэтому, возможно, что для некоторых, по крайней мере, вот как наша тема, наша же тема – чему я могу научить педагога или человека, который в образовании уже… Вот Дмитрия Мохотина, чему я могу научить? Я, наоборот, у него учусь каждую неделю меньше. Но я могу задавать вопросы, я могу высказывать гипотезы, и таким образом мы вместе создаем какое-то новое пространство. То есть, в этом смысле общение важнее, но в этом общении мы учимся. Так смотрите, можно я чуть-чуть… Ну, мне, конечно, хочется сразу оправдываться и все вам расскажу, но я не буду этого делать. У меня есть одно единственное… Ну, как отвечать на вопросы? Если не отвечать на вопросы напрямую, так как вы их задали, получится, что я должна вам что-то доказать, то, что я не верю. Ну, вот я так вообще не умею. Значит, вот вы сказали общение. Значит, вообще главная цель соцсетей, да, это общение, это коммуникация, да, там и как цель Цукерберга, значит, там, to bring the world closer together, да, это все то же самое, как то, что делаем мы. То есть, мы собираем людей, у нас практически непрерывная онлайн-конференция, когда люди могут общаться, понимаете, у нас кофе-брейк непрерывный. И латентное обучение, латентное обучение, идувент в том числе, да, обучение с развлечением, это главная фишка, на чем это держится. Наверное, я сейчас поняла, кстати, спасибо, что я немножко неправильно позиционирую то, что я говорю. Я какие-то вот эти шаблонные слова, да, 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 кстати, очень-очень позитивно наш разговор, ну, полезный. Я говорю учеба, я говорю то, что, в общем, скучно и не соответствует, на самом деле, тому, что происходит, потому что мы же приходим, и там 150 комментариев, и все друг другу задают как раз вопросы, коммуницируют. А вот смотрите, а вот сейчас вы стали, перейдя с традиционного объяснения своего продукта, вы на самом деле перешли к тому продукту, который может быть, может продаваться. 150 комментариев, там, 150 комментариев к каждому посту. Вот конкретная информация для рекламодателя. Постоянное общение. Это конкретная информация для краудфандинга. Не мы учим чему-то, да, много народу учат. Да. А мы общаемся, и это платформы для общения. Вот туда, да, это если вы подробно... Да, классно, классно. Но, может быть, это связано с тем, что я не математик и не физик. С математиками, вот конкретно с математиками, я на эту тему неоднократно дискутировал. Вы говорите, у нас есть такая группа... Приходите в группу «Математика великая и ужасная», у нас там 11 тысяч участников, подискутируйте с ним. Вот, вот смотрите, там 11 тысяч участников, а здесь... Сколько у нас сейчас эфир смотрит? Не 11 же тысяч, правильно? Вот одна из самых важных вещей, которую мы пытались сделать в Кроуслайбе, перемешать аудиторию. Они традиционно уже разделены на секты, на дисциплины, на... мы учились в одном вузе и так далее, там, на города. А вот наша задача и внутри одного города, и когда мы выходим во всероссийские масштабы, стараться перемешивать. Это требует от каждого, кто участвует в перемешивании, освоение немножко другого языка. Потому что, конечно, математик, когда я с ними разговариваю, по крайней мере, с той группой, с которой я общаюсь, это вообще, на мой взгляд, при всем их романтизме ужасно циничные люди, которые... с которыми очень сложно мне лично обсуждать социальные проекты. Потому что у них есть ответ всегда один, и этот ответ, к сожалению, сводится к тому, что и начинать не стоит. Вот, ну, повторюсь, это моя успеха группа. Максим, подождите секунду, подожди секунду. Я не оправдываю математику. У нас, мы написали с профессором Нелли Тва книгу «Математика для безнадежных гуманитариев», она скоро выйдет. И у нас как раз смысл в том, что мы смешали гуманитариев и математиков. Мы не учим математики. Мы сначала сказали, мы научим гуманитариев с нуля, но получилось, что это все превратилось в коммуникацию, в свободное общение. И, кстати, вы говорите, что у меня процесс идей сумасшедших пошел. Я видела у вас, что вы помогаете получать гранты, да, ну и вы учите там как вот какое-то… Я видела объявление, что сейчас тоже конференция, где-то вы там участвуете про гранты, да. Так вот, например, Стивен Строгац, который написал тоже, попытался до широкой публики донести, что математика – это не то, что они думают, а от Икса можно получать удовольствие, да, книга, так и называется, он профессор, профессор Стэнфордского, по-моему, университета, я могу путать сейчас. Вот, но он, он как бы опустился, да, до коммуникации с простыми сверками. Ну, когда он написал, он получил грант на 2 миллиона долларов, там даже с хвостиком, на то, чтобы обучить коммуникации математикам. Вот давайте с вами сделаем такой грант и будем учить в русскоязычном сегменте коммуникации и математике. Ну, смотри, прям вот проект. Давайте так, я об этом подумаю и, возможно, подберу вам другую кандидатуру в команду, потому что лично мой опыт коммуникации был не очень успешным. Ну, так их вот, так их как раз учат, да, их как раз учат коммуникациям, чтобы они как раз стали не на своем кодовом птичьем языке говорить, да, с широкой публикации. Тут очень важно, это двухсторонний процесс, двусторонний. Здесь и математики должны учить нас, коммуникации, да. И, кстати, там, ну, слава богу, у меня была неплохая логическая школа в университете, профессора Бушинкина, ну, я из Калининграда, Балтийский федеральный, Кант, и поэтому там логическая философская школа была вполне мощная, но когда математики смело говорят, что вас же никого логики не учили и при этом нарушают логические законы, не нарушая математические, вот там вот все сложно. Я к тому, что и нам тоже, нам, не математикам, гуманитариям, надо учить их язык. И вот книга, которую вы упомянули, что математика для гуманитариев, вот это вот, если мы говорим о новых продуктах, о новых рынках, вот это вот очень перспективная вещь, потому что... Мы написали такую книгу, она сейчас выйдет в ближайший месяц в издательстве АСТ. Конечно, профессор математики из Голландии, Невилет Вак, мой соавтор в шоке, она никогда не предполагала, что она может журналистам написать какую-то книгу, она с математиками это делала всегда. И тут появилась я в 46 лет, говорю, математики меня научи. Ну, она пожала плечами, ну и говорит, ну рисуй тут вот, рисуй на песке. Вот как я была на пляже, так я и начала там учиться математике, это к развлечению, к моменту того, что если бы меня посадили за пар, туда куда-то и сказали учись, я бы, в общем, наверное, возмутилась. А на пляже, ну ничего, там, правда, солнце было палящее, когда люди подходили ко мне и говорят, слушайте, вам может шляпу или простынкой вас накинуть, потому что это ненормально, вы сидите и чертите что-то там, интегралы просто пятый час под палящим солнцем. И вот смотрите, вы же сказали сейчас очень важную вещь для современного образования. Образование происходит везде. То есть мы с вами некоторое время говорили о том, что образование, оно lifelong learning, то есть оно непрерывное для всех возрастов, но теперь-то мы уже можем смело говорить, что оно и территориально, и географически никак не сфокусировано. Учиться можно везде, всему, учит вообще все. То есть мы вот, и поэтому вот я, любой калининградец всегда вам переведет любой разговор на Калининград. Я как калининградский крауслабер переведу вам еще и на крауслаб. Почему? Потому что вот одна из наших задач, в том числе протестировать, вы понимаете, какие новые роли преподавателя должны быть. Какая роль должна быть у преподавателя, когда вокруг идет образование. Не в университете, а вокруг. И вот мы сформулировали для себя, что роль эдвайзера-наставника, и мы формулируем очень просто задачу, интеллектуальный диалог. Вот сейчас вы выступаете моим наставником. Эдвайзером в крауслабе мы бы назвали, да? Мы просто беседуем на правильные умные темы, открывая для себя что-то новое. Вот эта роль, она становится одной из самых важных для преподавателя. Знаете, когда мой бывший муж, он там великий доктор, этот самый, ну, неважно, он всегда мне говорил, что просто разговаривай с людьми, но 15 лет назад я этого не понимала, что вот так можно разговаривать. Ну, может быть, у меня было меньше всего там в башке, о чем разговаривать. Ну, может, я там только об этом могла, о другом не, там, о психологии могла, о чем-то там, о журналистике могла. А дальше я не понимала, что это можно делать широко. Ну, у меня сумасшедший опыт, связанный вот с тем, что в соцсетях, в соцсети мне открыли этот путь, да? И, собственно, когда мир стал открыт, да, вот эти границы перестали иметь такое значение, и вот те интеллектуальные упражнения, которые мы с вами делаем, да, ну, представить себе, что мы с вами были вот так в эфире еще два года назад, просто невозможно. То есть мы понимаем, что технологии нам позволили некоторые вещи делать немыслимые, вот, до сих пор. Но вот я хочу про другое. Там прозвучала мысль, что мы везде учимся. У меня Елена Тележинская была, вот, химик в эфире. И, понимаете, она... Вот картинка, например, когда ты аспирин кидаешь в лужу, понимаете, и вот это показываешь в прямом эфире, что это лучше все работает в тысячи раз, да, там, как мои глорусиные перья, и все. Но это вступает в противоречие с главным представлением об обучении, о систематизации. Хотя вот тоже умный мой один товарищ, я вот, ну, сори, там ссылаюсь на каких-то людей, потому что я учусь у всех людей, вот, как сейчас у вас, да, и так же каждый раз, когда я общаюсь с кем-то. Вот. И он говорит, нужно систематизировать. То есть ты... Но, тем не менее, кто тебе сказал... Кстати, Владимир Атанец, он профессор биологии, доктор физико-математических наук, он говорит, а кто тебе сказал, что систематизация происходит тоже линейно. То есть систематизация так не происходит. Она тоже вот такая, как бы, да, там, логарифмическая спираль, всякие синусоиды и прочее непонятного вида, в общем, движения, да. То есть это движение, и здесь логика в чистом виде не работает. Я скажу, как мы решаем эту проблему. Опять же, это не универсальное решение, а вот в формате Кроуслаба, магистратуры, как мы это решаем. Первое, у преподавателя есть и другая роль, это роль навигатора, который как раз помогает... Видите, я вначале говорил, что одна из наших задач — формировать реальный живой запрос на знание. Оно не системное, потому что сейчас мне нужно знать, как заниматься маркетингом в соцсетях, а завтра как рассчитывать налоги. Но задача навигатора, преподавателя-навигатора, адвайзера — помочь постепенно это выстраивать в систему. Помочь сказать, да, вот это так, а теперь обрати внимание еще на вот это, потому что если ты занимаешься налогами, ну, например, сейчас, простите, может быть, будет корявый пример, но при этом не знаешь, как устраивать на работу сотрудников, это значит, что у тебя могут быть проблемы с выплатой социальных налогов. Вот навигатор, он этому помогает, но тут требование к навигатору, навигатор — человек, да? Но тут возникает требование к нему, он должен сам понимать целостность этой системы, то есть он должен не узкодисциплинарно мыслить, а понимать, как работает, но в нашем случае, бизнес, социальный проект. Это очень сложно. И второй путь, по которому мы идем, у каждой нашей студент читает фиксированное, как минимум, фиксированное число книг семестров. Книгу мы рассматриваем как более-менее систематизированный источник информации. Да, она опять же берет только какую-то часть общей системы, но это позволяет вот эту системность добавлять. По книге каждый магистрант пишет эссе, что позволяет систематизировать его рефлексию, отзыв на эту книгу. Иными словами, наша главная задача — не дать систему, а показать, что она есть, и помочь человеку осваивать и выстраивать эти системы. У меня предложение в проект в дополнение к тому, что вы сказали о том, что студент читает книгу и ее пишет эссе. А я хочу предложить дальше. Предложить ему сделать публичное выступление по этой книге, потому что мы нащупали вот эту часть, когда человек... Она известная, да? Но ситуация, когда вы вызываете там студента к доске, и он всем рассказывает еще раз, она глобально отличается от того, когда он находится наедине с камерой, и он должен объяснить так еще, чтобы пробиться сквозь камеру. Я, конечно, мне говорят, не все визуалы, не все публично могут выступать, там написать легче, но я вам скажу, что вот я по опыту понимаю, когда я поняла задачу, и когда я хочу объяснить ее другим, ну, мало того, что это разные виды деятельности, я сама что-то понимаю, фактически я включаю вот этот процесс коммуникации, обратной связи, то, что невозможно, когда ты просто написал эссе. Кто прочтет твое эссе? Ну, учитель. Ну, хорошо, там кто-то в соцсетях. Но если у тебя есть задача донести это до широкой аудитории, фактически это ваша вот эта вторая задача, как вы проверяете социальные проекты, да, как это донести, как подать, это какая-то часть самопрезентации, что ты не можешь ни о чем рассказать, не презентуя себя, то есть сразу видно, о чем ты думаешь, как ты думаешь, как ты говоришь, твой словарный запас, ну, все видно вообще, да, что ты читал тоже, ну, там, с кем общаешься, круг примерно. Все понятно? Но человек, это для него такая репетиция, репетиция именно понимания, потому что, когда ты это рисуешь для других, то, как ты рисуешь для себя, вдруг ты понимаешь, что вот здесь ты не понимаешь. И вот это выявление вот этих пробелов в своем знании, это как раз дает возможность и другим тоже вот здесь продвинуться, то есть тебе самому, и еще сделать это для широкой аудитории понятным. Ну, для тех, кто не понимает, скажем так, не обязательно, не обязательно в том листе, да. Да, я соглашусь полностью, на самом деле обязательной компетенцией, которую должны демонстрировать наши студенты, являются публичные выступления и другие виды коммуникации, потому что это не только выступления. Они и видео снимают, они и соцсетями занимаются, так и подобное. Это без сомнений. В этом смысле по эссе у нас просто открыто публикуется в там, где у нас уже больше 50 человек и руслайберов, и обсуждается на, у нас, вы говорите, вызвать доски, у нас не выходят доски, мы работаем в кружочках, то есть мы сидим кругом, и все общаются, видя друг друга, а нет такого разделения, да. Но я бы вам хотел сказать, что в этом году вот по тому формату, о котором вы говорили, у нас была защита выпускных работ. Одна шла, во-первых, не в университете, а в центре предпринимательства, и все, кто хотел, на нее могли прийти. Во-вторых, шла трансляция в Ютубе. А в-третьих, на защите работы участвовали эксперты из Мюнхена, Москвы, Новосибирска, то есть вопросы ребятам задавала не комиссия университетская, которая сидит с ними, а люди вот издалека, эксперты. И, ну, слава богу, наши ребята без проблем с этим справились. Нет, классный формат, только смотрите, не обеспечивается во время этого формата очень часто обратная связь, именно коммуникация в прямых эфирах. Это новое, это реально новое, понимаете? Я приглашаю, кстати, всех ваших студентов вот в эфиры мои воскресные, всех, кому есть чем поделиться, рассказать, поговорить. Я очень люблю с молодежью разговаривать, вот, потому что у них есть всегда чему поучиться, вот, и подсмотреть, как они думают. Ну, мне важно, я люблю смотреть, как люди думают, не то, что они говорят, я там где-то между строк это улавливаю. И, может быть, я надеюсь, наши зрители, кто смотрит нас тоже, это тоже что-то для себя улавливает. Мне бы очень хотелось, чтобы вы написали, что вы вынесли, понимаете? А что вы вынесли, написать очень просто, используя журналистский прием. какой маленький короткий отрывок из этого эфира вы бы вырезали и крутили бы его дальше, чтобы люди шерили, это делились. Это тоже, ну, так, это мастер-класс вам одновременно к тому, что как мы параллельно идем. Да, но, понимаете, я хочу вернуться, я хочу вернуться к стартапам. Вот студенты, которые, ну, все же, люди ищут, люди ищут нишу и предлагают что-то. Говорят, сейчас делайте стартапы только про нейроинтерфейсы. Все остальное, в общем, фигня, там все ниши заняты, вот это перспективно, да, это там технологии будущего, вот думайте только сюда. Это какое-то вот тотальное явление, то, что я наблюдаю, да, причем, ну, тоже огромное количество лабораторий инновационных, да, там, школ, которые вот и объявляют, давайте там стрелку запустим на Луну очередную, там, еще что-то сделаем такое невообразимое, да, и все это как бы, ну, или сразу там мозг отправим отдельно от нас. Ну, в общем, какие-то фантазии, но связаны все вот с этим, с всеобщим помешательством на том, что сейчас нас мозг спасет, мы так, как только в него там электроды подключим прямо напрямую к компьютеру, так и наступит всеобщее счастье и благодетствие. Да, ну, и... Ну, что думаете, что думаете, как бы технологии вообще нас посудно, если вообще глупый вопрос задать. Ну, смотрите, я не специалист по нейроинтерфейсам, но я технооптимист, поэтому, да, я тоже с радостью подключусь и все остальное, и даже верю, что это рано или поздно как-то произойдет, но тут я не очень с вами соглашусь, ну, есть хайпы, да, вот нейроинтерфейс сейчас хайп, причем, мне кажется, он сейчас, наверное, не самый даже активный, как до этого был блокчейн и прочее, прочее, прочее. Ну, хайп это нормально. Хайп это привлечение внимания широкой аудитории, раскрепощение некоторых мозгов, потому что мозги начинают искать варианты, и там из этой пены глядишь что-нибудь и получится. Но я бы тут сказал даже немножко о другом. Вы, наверное, еще, к счастью, ни разу не судили ни один студенческий или школьный конкурс проектов предпринимательских. Потому что нейроинтерфейсы это прекрасно. ИТМО какой-нибудь нам бы это дал, московский политех, вот эти. А когда ты судишь обычных студентов, которых 90% в стране, то у нас с вами всегда вегетарианское кафе, какая-нибудь новая социальная сеть конкурент контакту и прочие галлюцинации. Вот это всегда. И проблема состоит в том, что ребята даже с этими довольно простыми проектами не двигаются дальше. Не делают ничего, не начинают делать, да? И в этом смысле я понимаю, почему нейроинтерфейсы интересны. Потому что технология не позволяет моментально что-то делать, и ты можешь находиться в этой галлюцинации долго. А когда этим занимаются биологи вместе с инженерами и вместе там, я не знаю, кто еще нас занимается с нейроинтерфейсами, да? Они хотя бы, им интересно это с технологической точки зрения. И там могут быть прорывы, конечно. А когда в эту тему лезут уже все подряд, в том числе ребята, которые не имеют никакого представления о биологии, о физиологии человека, то это хайп, это галлюцинация, это возможность быть в тусовке, но при этом ничего не делать, к сожалению. У нас, правда, у нас была такая ситуация с блокчейном в Крослайбе. Сразу несколько команд занялись этим делом. Но в результате, я вам скажу честно, что двое из наших ребят стали важными членами одной из лучших блокчейн-команд СНГ. у них офис сейчас в Минске, они, возможно, сейчас переезжают в Киев. То есть даже в этом хайпе, даже не будучи специалистом в программировании, ты можешь стать тем, кем ты реально полезен. Вот мы с вами говорили о коммуникациях, эти ребята как раз занимаются коммуникацией. Они так и не выучили блокчейн, они так и не выучили программирование, но они отличные ребята-коммуникаторы, которые помогают блокчейн-проектам развиваться дальше. Вот одна из наших задач предпринимательских предпринимательских проектов помочь ребятам не стать предпринимателями, а найти свое место в предпринимательских проектах. Давайте на этой оптимистичной ноте закончим, потому что никто не расходится, люди хотят еще, а давайте в рабочем порядке ответим на комментарии для того, чтобы наш эфир не был очень длинным, он длится час. Друзья мои, спасибо большое всем, кто участвовал. В следующем воскресенье в 10.25 числа я очень жду Дмитрия Растворова к нам в эфир, директора по развитию бизнеса Яндекс.Учебник. И очень я благодарна, счастлива, что вы пришли, было безумно интересно говорить, и я надеюсь, что мы сделаем что-то после нашего эфира, это не останется просто разговором. А Яндексу вопрос, у них уже нейроинтерфейсы запланированы там или нет, лечебник? Поговорим, поговорим, а потом спасибо за вопрос, до свидания. Спасибо, всего хорошего.